Здесь журналисты радио, газеты, телевидение, сотрудники пресс-служб, пиарщики и исследователи медиарынка. На образовательный форум «Медиасфера» пригласили всех представителей СМИ Республики Алтай. Состоялся он в столице региона впервые и прошел под эгидой Союза журналистов России. У нас в нашем уставе написано, что мы должны постоянно повышать образовательный уровень журналистов. Мы вообще считаем, что журналисты, как и доктора, должны постоянно учиться. Потому что, когда бегаешь, собираешь материал, когда делаешь сюжеты на телевидении, иногда можно отстать от времени, отстать от того, как развивается профессия. А сейчас все очень быстро и стремительно развивается, поэтому мы уже давно придумали образовательные форумы. От Москвы до Чукотки за 7 лет в Союзе журналистов провели более 80 обучающих интенсивов для представителей масс-медиа. Этот форум для встреч и обмена опытом, для обучения как последним тенденциям в профессиональном поле, так и вещам, давно и успешно применяемым на федеральном уровне, о которых региональные коллеги часто не знают. Спикеры из столицы России были приглашены по инициативе вице-премьера Республики Алтай Александра Прокопьева. Это, на наш взгляд, действительно по-настоящему ценные знания, те знания, которые накоплены на практике. Я уверен, что каждый человек, который работает сегодня в отрасли журналистики, это действительно отрасль, масштабная отрасль, будут рады получить на такие знания новые инструменты, которые вы сможете применять на практике. В программе масса советов от экспертов из Москвы. Так, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова рассказала слушателям, как адаптировать журналистские тексты под формат соцсетей, сделать их доступными для масс и оставаться мобильными в постоянно меняющемся мире. Поговорили и о том, как важно развивать свой бренд и позиционировать себя как профессионала. Про личные бренды зацепило, прям сердечко, да, можно сказать, потому что у нас редко создают личные бренды. Ты увлечен на работе, и тебе кажется, что то, что ты выпускаешь свой контент в эфир, твой сюжет вышел, ну, может быть, максимум ты его перепостил, а здесь, оказывается, можно действительно писать о проблеме, которые ты разбираешь. Ты не просто снял сюжет, ты ведь можешь анонсировать его. Обсудили и специфику национального контента, а также правовые вопросы. Спикером по теме авторского права и использования фото и видео в сети выступил Денис Токарский. Среди участников форума как профессионалы со стажем, так и начинающие журналисты. Современные технологии и подача – темы, актуальные для каждого представителя медиа. Особенно у печатных СМИ, которые все глубже погружаются в пучины интернета. Как подать материал? Вот об этом сегодня я прямо настолько как губка впитываю. И получила даже от первого выступающего, ведущего, очень много для себя полезного. Однако это действительно на самом деле творчество. И чтобы увеличить подписчиков и чтобы привлечь внимание к нашей газете, мы должны в любом случае продвигать свой контент именно в социальной сети. Сделать так, чтобы локальные новости не оставались в стороне, а органично вписывались в инфоповестку. Задача, которая стоит перед региональными журналистами. Коллеги из Москвы представили местной прессе объективный обзор масс-медиа в регионе. Подсказали, как повысить качество и востребованность контента, сохранить авторский стиль и оставаться понятными и интересными для читателя и зрителя. И быть теми, кому доверяет аудитория. Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком.